В этом году проводил национал 9 новых цитров, за которым здесь очередовались. Цвет творста, цвет который хорошо сочетается с дыханием того самого крота, который я вам показал, в публике стволов. Сервер цвета сейчас кто-нибудь, вы знаете, да, если бы бежево, если бы не было, то что мы хотим, чтобы он заменился, но война в этом смысле она идет, продолжается. Сервер потихонечку отступает, держит, потихонечку отступает. Большая на вас миссия это сделать так, что для сервера все-таки заменило цену, держит полностью. Да, просто, когда вы общаетесь с заказчиком, нам надо ему набрать такой совет. Когда приходит покупать краску мужчина, он задает такой вопрос. На сколько это хватает краски? Причем главное не ошибиться с ответом. Когда приходит мужчина, я спрашиваю, насколько вы множите краски, говорит, краски? Сколько слава, потому что я искал. Вот. А когда приходит женщина, я спрашиваю, насколько краски, я понимаю, что эту идею со сроком краски она занесена и не умеет. Я говорю, ну представьте себе, что я предложу вам ваш бардерок зафиксировать на 15 лет вперед. Вы будете согласны? Это точно так же и со стенами вашего дома. Вы хотите зафиксировать цвет ваших стен на 15 лет вперед. Вы согласны с этим? Да. Кстати говоря, расходы на краску комнаты значительно ниже, чем на без урока. Салубра. В промежуток времени продолжался больше 15 лет, не было коричневого количества цвета. Ни на что он не похож. Похож на цвет грязи. Грязи, шапанская грязи. Сейчас из озера. Это синий, синий. Синий, синий. Синий, синий. Да, да, да. Да, да, да. Цвет лабора. Когда проект, в основном, был о том, что мы знаем свою моду, я могу сказать, как-то как. Есть цвет лабора, который, конечно, сейчас является актуальным прегенерным дизайном, его можно уделить во всём. Посуде он есть, он есть в ингиде или попадается. Вообще, что половина, ну, целая серия киевской мебели, выпущенной осенью, она не этот цвет лабора. Вот, поэтому, здесь нет никакого особого изделия. Вы поставите цвет, мы берём с вами барбу, или, к примеру, сочетаем его с термографитом или лечить более серым цветом. Вот, добавляем гены, всё начинает проводиться. Вот. Свет и оценить, само название барбу, он, тянется уже полонозок цыган, которые всегда были очень просто раскрашен на римском белье. Вот, так это называли продолжатель. Цвет «Gerberge Green». Ну, такой цвет, он назывался «Pigre», или цвет горошки. Вот, десять лет назад коромбол сочёл его естественным простым, простецким. И стал делать сложные, сино-зелёные рецепты для половинки. Стало ясно, что видит кварталь рецепты, и вывистое зелёного, вот, знаете, немножко ведрёного зелёного. Так появился цвет «Gerberge Green». Он основной вернулся в параллельный полонбол, и Боже считали. Цвет это название пенёным. За что мы не видим, как он был перелёным, да? Вот, за его название, конечно. Просто, чтобы мы понимали, насколько здорово этот цвет, который не засыпался. И цвет очень жесткий. А теперь. Что называется? Ну, а, не знаю, не знаю, не знаю. Кроме все, это светло-светло-зелёные оттенки. В некотором роде все такие оттенки, как и вы, я всегда называю белыми. А вы по-английски называете «зайл», да? Вот, я называю просто белыми. Просто потому, что в силу вот этого обстоятельства адаптивности глаз, знаете, да, оттенки надо адаптивно калибровать, да, отбиваться. А также и глаз, он смотрит автоматически. Вот этот цвет, он будет вам показаться белым через 15 минут. И только если вы нажмёте на контрасте, вы понимаете, что это не будет. Это, наверное, немножко похоже на тренд, который был подсказан фантомом, да? Чисто. Почему? Принялся цвет «Shadow Light». И цвет «Drop Tlock». Цвет, который из названия «Drop Tlock» — это покрывал, который используют резкие номеры, чтобы скрыть предметы мебели и пол, защитить его от капельного плодания краски. «Drop Tlock» так и будет натуральный, похоже натуральный фото. Интересно? Да, что я вас за вами хотели бы это устроить. В самом деле, «Ferum Ball», в него выглядаются, используют только его. Вообще, лояльность единожды, вот, попробовавших «Ferum Ball» с их проектом, значит, замечаемые сокрыли. Это только, да, потому что «Снегал» приходил краски, поэтому будьте осторожны с этим, это билось. Вот. «Ferum Ball» с конца 90-х годов, в силу работы с «National Trust» приобрел обойный станок, причем необычный, а похожий на силы, которые поменяются в 1860-70-м годах. Обойный «Ferum Ball» не цифра, не минимум на какой нот, а это самая настоящая бумага, даже необычная бумага, и живая краска, которую они делали. Создавая мотивы, возвращая их в жизнь, мотивы, которые они реставрировали, которые они брали для реставрации, делали, они выглядят чересчур классическими, которые делались 15 лет назад. Прямо лет 10 назад они стали делать мотивы современные, применения той же самой техники. «Я вам сейчас покажу эти колецы». «Сволка, который был шестолок». «Сволка, который был шестолок». «Они используют натуральные таски, свои таски». «И техника либо в блочной печати, либо печати валиком». «Он как раз придется на валик и формирует характерные объемы. Отплыванные именно в этой ситуации». «Когда вы просто проглаживаете натуральные таски, вы их очень хорошо чувствуете. «Они визуальны, вы имеете в виду тени, которые здесь находятся, отходятся на голову, вот эти вот оборозки, они очень у вас угодятся, но он так растекается уже прекрасно в первые секунды. И что очень важно, именно в обоих формирует. Вы, может, знаете, в обоих, какой вид от печати используется в обоих артиболках, правильно? Да. Но, в отличие от его, во втором блоке основа, он нанесен в кистью. И это бит, бороздкая от кисти. Вы, с вашего стороны, это можете не видеть. На самом деле, на этих блоках очень сильно заметно. Это бороздкая, это делает эти обои живыми. Как будто они созданы мастером. Какие-то, что это бороздкие сложности. Живой рукой. В самом деле, руками живая, а там механический стык. Но кисть, наверное, самая настоящая. От этой печати есть некоторая особенность. Это то, что во всех участках направления бороздок оно может отличаться, и на стыках, естественно, бороздки не совпадают, как вы понимаете, да? Вообще, стык, я так понимаю, это тоже один из главных вещей данного рынка. Потому что все хотят сделать так, чтобы бороздки не были ведут. Стык не были ведут. Спасибо большое. Это, конечно, немножко уникальная боль. Более того, рисунок может в одной точке с какой-то не совпасть. Просто пушка краска живая, жидкая, когда он насилуется. На то, в любом месте она совпадает. Просто помните об этом нюансе. Это тоже живой материал, вы словно говоря, да? Как ткань, уникальность может себя обладать с этой тканью, и с этой тканью, как он всегда был. Да, он с этой тканью отличается. Достите внимание, что мне опыт в создании цитовой пары, насколько здорово были цитовые комбинации для него на оборудах. Мотивы, которые сейчас идут на оборуде, это четко экспериментальные, в чем-то авангардные. Этих мотивы не от других работают. Так, например, появился мотив, который называется филер-глаз, полевые цитры. Он выглядит, на самом деле, скорее, как для презентальной патрики, подходит в одном булоне и повторяющихся три рапорта. Это написано, что в данный момент у вас есть золотик. Получается, что трава будут расти от пола до цитры метра. В связи с такими другими большинами, это похоже, чем-то, например, на вот эту нанесенную патрику. Я думаю, что первые литвы, и многие даже средние люди здесь в Бородске. Видите, да? Очень хорошо видно. Вот этот каталог черного цвета, младен черного цвета, вся страна не дружится. Он означает самую последнюю аренду. Вообще весьма замечательную вещь. Они решили применить схему, на которую я не буду владеть своими патологами. Они будут просто отправляться в дополнение к этим патологам. Мы будем, так сказать, сшивать их. В котором, мол, в обоих есть знаменательные обои, которые тоже ни на что не похожи. Дамаск, например, в обоих масках, да? То есть коллекция, которая посвящена Дамаску. Вы используете Дамаск, господин? Бывает, да? Есть самый главный Дамаск. Вот просто коллекция Дамаска по названию силы людей. Он имеет рапорт метр тридцать. Метр тридцать один. И причем рисунок, а, извините, контраст слабый. Плотность рисунка по всему рапорту, она одинаковая. Вы не можете увидеть, сразу не находится лазер, то есть пески, все очень равномерно вынесено, без каких-то проблем. Поэтому, когда контраст малый, как здесь, вообще вы можете сразу даже не понять, что это Дамаск. Да? Когда присмотревшись, вы понимаете, что это Дамаск. Один из самых популярных, один из самых популярных, как Дамаск, вот этот. Он хорошо поддерживает Дамаск в текстиле, штору. Штору не всегда опережает насыщенность, поэтому он, как бы, эти ободы не находятся впереди, да? Они имеются в хорошем поле. Есть, конечно, и Дамаск любого плана, с попрешними, с такими характерными, с более свободными внесениями урисанта. Здесь уже есть, да, обои были еще вообще. Есть крупные мотивы, есть те лотосы. Есть характерные обои под названием «Денисанс». Этернативы были взяты на 100 документов, но, правда, не на основе документов обоих, документов текстиле, а взяты из картин, эпохи Ленисанса, где текстиль был изображен в «Денисансе». Так они, как воспользовались каким-то одним элементом, создали целый, целый лотик, целый лотик. в «Денисансе» и «Денисансе» и «Денисанс». Какие еще мотивы есть у «Денисанса» и «Денисанса» и «Денисанс». Здесь есть точка в «Провод», важные швы, как для «Денисанса» и «Денисанс». «Денисанс». За обои, наноси методной печати. Обои прокатываются через специальный блок, выстреливаяся в тазах, и они остаются в этом характерном бонусе в «Денисансе» и «Денисанс». Само по себе использование таких обоев чрезвычайно сложное, хотя обои столь дороже, чем все остальные. Ну, дороже примерно 20-30 классов. Меняется существенно будет. Чтобы сделать их прицветным, нужно прокатать эти обои, соответственно, три раза, да, через столовую. Они взяли внутреннюю ситуацию все равно. На картинке показано, как можно скользить сеть обои. В данном случае, например, при горизонтальном, да, например, сеть. Пожалуйста, смотрите. Разные швы на полоску. Большое количество цветов и комбинаций. Если, например, такая полоска, так подглядела рыбная палатка употребительного военного военном пути показала свои подходы, рыбная палатка не может, конечно, дать больше. Есть и полоска, которая сделана не царапками, по-другому, большим печатью. Я вам покажу еще один мотив. Хотите увидеть? Как появилась камера, которая служила мы кровать и на полоску. Конечно. Прямо я все-таки услышал. расскажем. Хорошо. Этот мотив пришел можно водичка не водички а вот эту маленькую пищу не спасибо большое. Это были пчелы. Причем количество сочетаний вам пчелы. Позвать вам не ничего. Очень очень популярно для в обновлении не в обновлении Каждый трех заказ было до чего будет. Ну конечно. Спасибо большое. У меня короткое право. Спасибо большое. Что еще очень важно в принципе взаимодействие. На все краски на все краски есть нормальные пчелы. Вы используете пчелы? А где вы знаете? Так вот у нас